здорово привет как жизнь как настроение ну вот общаюсь с разами на разную тему а у тебя как но тоже отлично да просто так интересуюсь у наших соотечественников как хоть мнение это войне у вас а разве можно называть это войну это же специальная операция давайте просто будем говорить с простыми словами все таки война я понимаю что все таки это война ну как говорится если где-то есть фронт значит это уже война тогда такой вопрос о каком кажется почему в россии вот не разрешают это называть войной почему госпец операция почему нельзя людям выходить и говорить нет войне да для нас это просто нас это более удобно да нет я-то больше именно что склоняюсь не я называю что-то специально очень называется делиметризация а что она даст демилитаризация ну смотрите давайте логически по рассужданию сейчас россия вошла в украину да и пытается каким-то образом повлиять на политические процессы в украине ну скажем так сказать им вы должны сделать вот это вот это вот это вот это потому что у нас есть не сила в праве да а право силы украинцы говорят мы этого делать не будем и начинают сопротивление ну такой же в истории было же не раз правильно сначала заявлялся о том что нужно взять киев нужно сменить власть в украине это зеленского каким-то образом брать сейчас уже постепенно значит ультиматумы один за другим отбрасываются и оставляются какие-то другие вот как вам карта к чему все это приведет приведет в том что либо мы варим зовем к себе украину захватим ее силы либо в том плане что он что она станет нейтральной страной не к россии не к западу ну смотрите давайте логический порассуждаем и включим аналитику сейчас украина получает от запада оружие скажет днем это оружие становится все более мощное то есть сначала это было только оборонительное тяжелое да сейчас уже это уже наступательное оружие сейчас уже говорят все странно что нужно давать вообще украине все что они хотят и по сути получается так что вместо того чтобы демилитизировать украину да наоборот милитаризирует и украина становится еще сильней вооружений так чего получается россия добилась то есть киев не взяли до чернигово уже выходят сейчас говорится уже про херсон остается только вот это вот зона луганской донецкой областей да и вот к чему это все приведет в конечном итоге получается так что так как украина сегодня обладает оружием именно технологическим новым оружием скажем так те которые используют там страны нато западные страны а у россии такого оружия получается нет потому что она город за городом освобождают и солдаты выходят с этих городов вот так если анализировать и смотреть логический к чему это может привести не придет ли это к тому что россии будут возможно наши что-то подгоняет потяжелее потому что военном конфликте не были задействованы даже на примере самолетов не были задействованы ту 160 белый лебедь и ту 95 этот как это медведь мне были задействованы не были задействованы как у там даже сказать тебе все равно даже тяжелое вооружение не ну сильно это задействована но ну как говорит украинская сторона и западные страны что все это было задействовано и были задействованы и даже фосфорные бомбы и показывали идти значит предметы остатки до от этого больше того сейчас украина получает начинает получать противокорабельные наступательные вооружения это значит что будут отгонять корабли российские от украинских границ вот как я это вижу что все идет к тому что переговорный процесс со временем будет сдвигаться в сторону украины и что украина сможет потом диктовать условия получается россии наши этого не дадут наши наши же не зря это найти как повторение истории в втором году велико отечественное вино когда наши отбили москва обили под москвой наши подарки наши или гнать немцы но у тылы не поступали потому что сейчас поразговаривал с людьми которые с ростова белгорода и краснодарского края они говорят идет техника полным полно целой кучей идет эшелонами сон и вокзал и перекрыт вот идет как говорится местные жители они прям говорят в том что даже сверял по временем своему дальневосточному да у них все сходится они прям горят целыми кучей идет даже получилось поговорить с одним украинцем с одним украинцем он говорит есть обратная сторона под поставили им германии 200 джавелинах это против танковая ракета кому поставили украину украине поставить 15000 и еще поставляют а вместе у них пришло нет а байден сказал что до каждый российский танк у них будет по 10 джавелина мало того этаж помимо джавелинах еще другой оружие нельзя сравнивать с этой войной с которой была во второй мировой потому что россии в тот момент но тот момент советский союз до советскому союзу помогали лэнгризом союз советскому союзу у него были союзники сильные союзник скажу это дайте скажу тут не отойти надо видите что он сказал у них пришла пальцы 200 джавелина пришла партия но из них рабочими оказались только 60 это кто такое вам сказал сами украинцы который который мне только что показывал как он открывал багажник в этом жалостом от калашникова с катере молотами не это он именно говорит что пришли только 60 из них рабочие потому что многие были из консервированы ну вот я говорил с другим офицером украинским и он говорит совершенно все другое что не работают и что что работает очень хорошо и что танки российские просто от башни отлетают в разные стороны вот по сути я вижу сейчас идет война вот смотрите если страна которая делает телефоны да все что вас сегодня окружает все новые новинки да вот это соединенные штаты германия франция великобритания да то есть все передовы из передовую китай вот тебя так сейчас ведет и так такая нейтральная страна хотя ей сказали ты лучше не бей сюда потому что здесь сейчас тебе не место больше к нам получится китай это самый большой самый большой в принципе не союзник россии потому что им нужны земли китаю и многие земли они до сих пор считают понимать это переключился потому что у меня написано что я из россии сейчас под и пеном нахожусь и он понял что я нахожусь не в россии а по сути я после доскажу да потому что китай внутри себя держится на авторитаризме и на диктатуре поэтому китай должен сейчас так аккуратно идти потому что по сути от россии китай нужны земли потому что многие земли как и записаны временно оккупированы российские земли другие страны не претендовали никогда на российские земли да ну может быть за исключением японии потому что они курильские острова и у них есть название потому что война еще не закончена не подписано до договора не подписаны а так в принципе к россии было нормальное отношение у всех стран до тех до тех пор пока россия не начала себя вести как самый настоящий гопник и международный преступник. Сегодня украинцы получают больше вооружения и будут получать еще больше. Потому что сегодня этот конфликт, который в Украине, это не конфликт России и Украины. Это конфликт сегодня мирового сообщества, то есть демократии и либерализма против авторитаризма и диктатуры. Почему многие вещи сегодня американцы, да и другие страны не делают очень быстро? Не потому что они не хотят, а потому что есть еще Китай. Они насмотрят на Китай тоже. Поэтому они должны делать это взвешенно и должны это делать очень аккуратно и четко. Это знаете, все равно, что когда вот врач хочет провести какую-то операцию, да, и он понимает, что если он затронет вот эту вот часть какого-то места, то он сможет оборвать жизнь этому человеку. Поэтому он должен делать это аккуратно, следить за каждым, за каждой маленькой деталью, благодаря которой можно спасти жизнь и можно спасти еще что-то. Поэтому с Украиной то же самое получается. Хотя сегодня все прекрасно понимают, что из себя представляет Россия. Сегодня все страны знают, что Путин это самый настоящий преступник, что путинский режим это сегодня, в принципе, нацизм 21 века. Они так о себе и заявляют. Они уже не скрывают ничего. Они говорят, что их цель это уничтожение украинской нации как нации. Именно поэтому то, что происходило в Буче, эти кадры, которые облетели весь мир и высшей степени цинизма, да, когда они говорят о том, что это все были сделаны, что это было сделано, значит, украинцами и американцами для того, чтобы скрыть преступления Украины и это все тела были привезены. Ну, то есть это высший цинизм уже. Они сказали, что это было сделано уже после 30-го числа, потому что сегодня в мир интернета скрыть очень тяжело. Помимо того, что есть разведки, есть независимые журналисты, которые расследования ведут, да, есть люди, которые снимают это со своих гаджетов, да, то есть со своих носителей, там, телефонов, фотоаппаратов и так дальше, да. И есть еще и спутниковые снимки, есть еще интернет, там, где ты можешь прямо в реальном времени смотреть, когда это было. И там показаны кадры, где уже 15-го числа были трупы в Буче, да, и можно сравнить с этими трупами, которые сейчас есть. То есть скрыть это невозможно. И тем не менее, они умудряются врать просто открыто и нагло, то есть не стесняясь ничего. У них нет больше совести, нет никакой чести. Вот есть полный нацизм в чистом виде, который они просто несут, пытаются нести, скажем так. А украинцы сейчас постепенно отвоевывают территорию за территорией. И то, что там кричат многие россияне, это тактический уход, вот специальный ушты, нет. На поле боя происходит именно то, что происходит на поле боя. Те места, где Россия поняла, что она не может никаким образом взять, она просто бежит. И украинские ВСУ помогают ей бежать как можно быстрее и уничтожают то, что можно. Потому что это все может быть потом применено против украинцев. И не только ВСУ, а против мирных жителей Украины. Сегодня весь мир увидел, что из себя представляет эта хваленая армия России. Это армия мародеров, подлецов, негодяев, очень циничных и жестоких, и коварных. Даже не знаю, как это слово назвать. Это не люди просто. Потому что те действия, которые сегодня совершают российские военные, оно не помещается ни в какие рамки, ни в какое сознание. Это в чистом виде зверства. Но за это придется всем отвечать. Всем тем, кто это делал. Я надеюсь, что украинцы смогут найти каждого, кто ответственен за эти действия, за эти смерти невинных людей, которых просто расстреливали, убивали, издевали, снасиловали, детей, отрывали сережки из ушей, воровали золото прямо с кровью. Вот такая вот она российская действительность. Потому что внутри страны народ просто болен. Народ болен нацизмом. Народ болен этим вот имперским величием. Когда я говорю имперским величием, это я говорю в кавычки. Потому что страна на самом деле ничего не может показать. и не может показать что-то хорошее по-настоящему. То, что она может дать миру. Или даже своим людям. Потому что кроме войны они ничего не предлагают. А с такими международными преступниками разговор должен быть только на разговоре силы. Они по-другому не понимают и не поймут. Именно поэтому сегодня весь мир, понимая это, дает Украине то оружие, которое необходимо. Я надеюсь, это будет увеличиться и намного быстрее все это будет происходить. Потому что сегодня понимание приходит ко многим. Даже к тем людям в европейских странах, да и у нас тоже здесь в Америке, которые пытались как-то по-другому выстраивать всю эту политику по отношению России. Нужно действовать четко, быстро, взвешенно, качественно и предоставлять Украине все, что ей необходимо. И тем самым приближать момент правды, вот этой вот той правды, в которой Украина является победителем, а Россия проигравшим. И вот тогда можно получать себе любые документы, любые договора, потому что победитель получает все, а проигравший получает ничего. То, что я думаю, то есть именно логика и аналитика показывает, что сейчас украинцы, конечно, находятся в перевесе над Россией, да, интуитивно, интуитивно оно выглядит так, что эти договора, которые хотят сделать Путин, да, и сейчас еще не время говорить с Зеленским, еще не время, давайте пока будем говорить про все эти договора, вот там, Крым на 15 лет, значит, Луганский и Донецк будут тоже идти отдельными договорами, да, будем выходить на границы начала войны, то есть 24-го числа до 24-го числа. А на самом деле, что может происходить? это то, что как только Путин проигрывает Мариуполь, проигрывает Херсон, проигрывает, то есть все, да, в подступе, то есть уже начинает понимать, что все, он приходится отходить, вот в этот момент они будут прямо требовать и кричать, давайте все подписываем, вот Крым на 15 лет и все остальное. И вот в этот момент Украина, по сути, точно так же может вести себя с Путиным, как и Путин. Еще не время, давайте поговорим больше, давайте будем ждать тем самым временем, пока забирают себе остальные территории, если это вообще возможно и если это удастся сделать. Хотя, путинисты это ну в своем чистом виде нацисты, они будут действовать любыми самыми грязными способами и пытаться каким-то образом заставлять Украину идти на переговоры с той позицией, которая выгодна им. Но пока украинцы находятся в полном превосходстве с Россией, это видят все. Пропаганды, конечно, в России там им показывают, что там они побеждают, что это все было сделано именно специально, как они сейчас многие, знаете, что говорят, что из Киева это выходит, потому что это была изначально такая тактика у них, что зайти везде, 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 на самом деле мы хотим только Донецкую, Луганскую область, вот эти все, Донбасс весь, да, и поэтому, благодаря тому, что мы туда зашли под Киев, мы как бы обманули украинцев, а вот теперь мы возвращаемся на те позиции, и вот теперь мы сможем защищать, и вот теперь мы сможем завоевывать территорию это подлецы, и это те, которые понимают только язык силы, как-то так, друзья, я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира, и мы с вами скоро увидимся, пока.